Христианская жизнь — это высвобождение того, что Бог уже дал вам. Он сказал, «Научи церковь делать это. Мне нужны живые свидетельства этого. Мне нужны те, в чьей жизни это будет проявляться. Если вы христианин, то вы прямо-таки чувствуете, что-то произойдет. Что-то совсем скоро произойдет. Бог что-то готовит. Я обоняю это. Кто-то чувствует запах овощей? Однажды я начал проповедовать, и вдруг почувствовал запах овощей. Я не знаю, что это было, откуда пришло, но это было в духе. Как в духе? Просто рядом кто-то жарил. Я ушел с кафедры, позвонил по телефону и сказал, «Я чувствую запах готовящихся овощей. Братья и сестры, у вас все уже есть, и все происходит очень быстро. Я почувствовал запах настолько четко, что позвонил по телефону и сказал о том, что я чувствовал». Некоторым из вас надо начать чувствовать запах. До того, как вы увидите свое благословение в реальности, для того вы и приходите в церковь, чтобы слышать это снова, снова и снова, и снова и снова делать вложения. Но я уже слышал это. Вот что я вам скажу. Божье Слово содержит в себе так много, и в нем есть откровение, которого вы еще не получили, и оно все изменит в вашей жизни. Богу незачем использовать новое местописание, чтобы показать вам, как делать что-то новое. Он может взять старое местописание, о котором вы думали, что знаете его, извлечь из него откровение, и дать вам ответ, который вы искали. У вас открыта пятая глава послания к римлянам. Прочитайте пятый стих. Смотрите. «А надежда не постыжает». Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Кто из вас знает, что речь здесь не о том сердце, которое перекачивает кровь по нашему телу? Сердце человека — это центр человека. А что является центром человека? Его Дух. Ваше сердце — это ваш Дух. Поэтому, когда Новый Завет говорит о сердце кого-либо, он имеет в виду его духовного человека. Обратите внимание. Потому что любовь Божья, сам Бог это сделал, излилась в Дух наш Духом Святым, данным нам. Расширенный перевод. Такая надежда никогда не разочаровывает, не обманывает, не постыжает нас. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот что говорит апостол. «Когда вы надеетесь, это сбудется благодаря любви, которая излилась в ваше сердце». Когда вы надеетесь, то не будете разочарованы из-за того, что ничего не сбылось, оно сбудется, благодаря любви, которая излилась в ваше сердце. Когда Бог излил в наше сердце любовь, Он излил в наше сердце самого себя. Потому что Библия говорит, «Бог есть любовь». Когда Бог излил в наш Дух любовь, Он излил в наш Дух себя. Вы не будете разочарованы, потому что Эль Шадай пришел в наше с вами сердце. Давай, проповедник, давай Вы должны мыслить в свете того, что Бог в вас И вам надо обновлять свой ум согласно тому, кто живет в вас Итак, истина в том, что ваш дух полностью изменился Вы не находитесь в процессе попыток что-то получить от Бога Почему? Потому что Бог уже все дал вам Кто-то скажет «Пастор, я хочу в это верить, но так трудно поверить в то, что Бог дал мне все необходимое для жизни» Давайте найдем подтверждение в Слове Божьем Снова посмотрим в зеркало Если мы найдем это в зеркале, тогда это отражение реальности того, что есть в нашем духе Послание к Ефесянам, 1 глава Послание к Ефесянам, 1 глава Время для результатов Сейчас самое время Самое время И не для некоторых людей, а для целого множества Когда люди спросят вас «Зачем ты ходишь в эту церковь?» Вы ответите Это время моего духовного питания, и я ценю его больше всего Я делаю вложения и инвестирую в себя Я думал, что это развлечение Нет, 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 нет Я хожу в церковь не для развлечения, а для того, чтобы питаться духовно Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих Давайте прочтем его вместе Готовы? Читаем Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах Давайте я покажу вам, как это действует Существует два мира Они существуют одновременно В то время, как действует физический мир Действует и мир духовный Духовный мир не материализуется, потому что это духовный мир Материализуясь, он становится физическим миром Но физический мир Так, то, что я сейчас скажу, я еще не говорил Физический мир — это лишь материализация духовного мира Иначе говоря, духовный мир — это родитель мира физического Духовный мир не произошел от физического Но физический мир произошел от духовного мира То, на что вы смотрите в физическом мире, кажется реальным, поскольку это материализовано Но духовный мир, из которого произошел физический, более реален, чем физический мир Поскольку Писание говорит, видимое временно, а невидимое вечно Таким образом, духовное, невидимое, более реальное, чем физическое Видимое, вы поймите, не могло быть существования физического, материального мира Без существования мира духовного Духовный мир дает рождение тому миру, который мы видим Слава Богу И вот что сделал Бог Он благословил нас от корня до плодов Вы можете срубить дерево Но если корень не затронут, оно может вырасти снова И вам надо понять вот что Не бывает физических благословений Таких, как дом, исцеление, освобождение и все остальное Если нет духовного корня Обратите внимание на то, что здесь говорится Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас Прошедшее время, который благословил нас Благословить, значит наделить силой Наделить силой преуспевать И быть успешным во всех начинаниях Если вы благословены, значит вы наделены силой И оснащены быть успешным в предпринимаемых вами стараниях Благословивший нас Прошедшее время Повернитесь к соседу и скажите Я уже благословен Помните об этом, когда придете к Богу, чтобы просить благословений Помните об этом, когда придете к Богу выпрашивать благословения Скажите еще раз Я уже благословен Скажите Пусть Бог благословит тебя, брат Я уже благословен Ты чего? Я же тебе добра желаю Это понятно, но я уже благословен. Спасибо, конечно, но я уже благословен. Вот как вам надо начать мыслить. Послушайте вот что. Послушайте. Я могу использовать эту иллюстрацию с проигрывателем. Что ты мне сказала сегодня утром? Ее рассказ просто зажег всех нас. Господь стал говорить с ней об определенных вещах сегодня. Она подумала. Это послание я уже слышала. Вчера вечером она была в Нью-Йорке. Я проповедовал там то же самое послание, которое я проповедую сегодня здесь. Она сказала. Это послание я слышала, поэтому сегодня останусь дома. И Господь сказал ей. Помнишь, когда тебе нравились чьи-то песни, ты шла в магазин и покупал альбом? Она ставила альбом любимой группы снова и снова, пока слова или стихи песни не запечатлевались в ее сердце. Одна из причин, почему в вашей жизни не работает то, о чем вам проповедуют, в том, что вы обновляете свой ум до уровня сознания. А Библия учит нас обновляться в духе ума нашего. А это значит, что наш ум должен быть обновляем до подсознательного уровня. Вот что будет происходить тогда. Когда вы знаете что-то на подсознательном уровне, вы это делаете, но когда вы знаете какие-то вещи подсознательно, то они начинают проявляться в вас тогда, когда вы этого не осознаете. Вы настолько обновили свой ум словом, что оно выходит из вас автоматически. И тогда вы прилагаете мало усилий, или не прилагаете никаких, чтобы так думать, так верить, так делать, потому что вы провели с этим столько времени, что поете эту песню безо всяких усилий, так как много раз слышали ее. Почему? Потому что это, пройдя сознание, перешло подсознание, и тогда оно выходит из вас подсознательно, само собой, без всяких усилий, потому это и называется обновлением в духе ума вашего. Позвольте привести вам такую иллюстрацию. Вы выходите из дома, едете в машине, делаете разные действия, вы не осознаете свои привычные действия, не задумываетесь о них, и в конце концов оказываетесь на работе. Вы не помните, какие дорожные знаки вам встречались, какие машины. Начав думать об этом, вы говорите, «Слава Богу, что я не попал в аварию». Но вам и не надо было осознавать каждое действие, потому что вы делаете это уже 30 лет. Вы в одно и то же время проделываете тот же самый маршрут. Вы не осознаете привычные действия, чтобы заниматься чем-то другим. Другой пример. Кто из вас учился переключать передачи с помощью сцепления? Давайте вспомним ваш первый день знакомства с коробкой передач. Каждое движение вы делали сознательно. Сцепление в пол. Так, так, первая передача. Готов ехать. Что дальше? Жмете на газ и заглохли, потому что слишком быстро отпустили сцепление. Никакой речи о том, что вы делаете все автоматически, и не идет. Хорошо, что нет рядом полиции. «Ой, Иисус, помоги!» И вот кто-то стал прямо позади вас. Слишком близко. А вам ведь нужно пространство, чтобы тронуться. Двигатель ревет вовсю, потому что вы сильно жмете на газ. А-а-а-а-а-а! Боясь ударить заднюю машину. Вы постоянно осознаете все действия. Вы обновляете свой ум, чтобы приучить тело, чтобы не только переставлять ногу с газа на тормоз, но и научиться пользоваться сцеплением. И вы делаете вот так Но что происходит после довольно длительного времени практики? Вы делали это, делали и делали И вдруг приходит автоматизм действий И вы во время вождения причесываетесь Вы с кем-то разговариваете, переключаете канал на радио И даже не держите ногу на тормозе, поскольку все ваши действия сбалансированы Вы даже не думаете о том, что делаете Почему? Потому что вы настолько обновили дух своего ума, свое подсознание Что уже автоматически знаете, что и как надо делать Вот об этом я и говорю Когда вы обновляете свой ум словом Божьим до такой степени Что оно выходит из ваших уст автоматически Бог мой источник У меня нет нужды Бог во мне И когда врач говорит вам У вас рак Вы отвечаете Вы даже не знаете, что у меня есть, не так ли? Согласно этому зеркалу у меня исцеление Хотя согласно вашему снимку вы говорите Рак Но я говорю Исцеление Я люблю вас, доктор Но у меня есть исцеление Когда оно произойдет, вы очень удивитесь Ведь то произойдет само собой Вы так поступаете автоматически Вы не говорите себе Господь обещал Ну давай, давай Думай о слове Божьем Думай о слове Вы этого больше не делаете У вас нет денег? О, Иисус, как же мне оплатить чета? Нет Вы этого больше не делаете Потому что вы проводили время в слове Сделали вложение Когда приходит чета, вы говорите У меня есть деньги Когда врач ставит диагноз, вы говорите У меня есть исцеление Начинается проблема в браке Все наладится Дети ведут себя неправильно Все будет хорошо Потому что я провел много времени в слове Я не умру, потому что знаю слишком много Я не останусь в рабстве Потому что знаю слишком много Я много размышлял о слове Знание не уйдет от меня Оно во мне Я жму на сцепление Не прибегая к осознанному мышлению Потому что у меня есть навык Потому что я могу это Вы сделали посвящение Вы тратили по несколько часов в день на то Чтобы получить навыки вождения И делали это каждый день Если вы настолько же посвятите себя Пребыванию в слове Божьем Если вы будете вкладывать в него свое время И ценить его Тогда как вы научились управлять автомобилем Так и научитесь управлять своей жизнью Что касается духовной сферы Точно так же Но проблема в том Проблема в том, что религия научила нас Воскресной проповеди достаточно Просто приходи в церковь В воскресенье Выполни то, что от тебя требуется Чтобы потом предъявить Богу Если вдруг что-то произойдет Плати свою страховку раз в неделю Чтобы если ты умрешь, не попасть в ад Но это не так Иисус уже позаботился об этом Но теперь Он хочет, чтобы вы жили Учась высвобождать в свою жизнь все, что Он дал вам И Он хочет, чтобы вы перестали выпрашивать у Него Что Он вам уже дал Вот это реальная жизнь Но в традиционной церкви вам этого не скажут Там вот этого не скажут И некоторые люди злятся Возможно, злятся и сейчас Я не думаю, что это так А вас никто не просит думать Вы так думаете уже 30 лет И в вашей жизни ничего не изменяется Вы не думайте, а слушайте Не думайте, а обновляйте свой ум А если думаете, так думайте о Слове Божьем Отложите в сторону прежней мысли Простите, но настало время делать что-то другое Потому что Бог готов Бог готов сделать что-то новое на этой земле Бог готов привлечь внимание к Своим делам на этой земле Он явит Свою силу и говорю вам Начав правильно верить, вы начнете правильно жить Начав слышать истину Вы начнете получать освобождение посредством этой истины И когда начнете так жить Тогда что-то начнет происходить Вы стремились к этому И вот это происходит в первый раз И когда это произойдет, вы скажете Я в это верил, но... Вау! Что значит, что до этого вы не верили? Серьезно? Меня спрашивают Почему так мало людей отдают десятины и пожертвования? Да потому что они не доверяют Богу Вы не доверяете Богу Вы абсолютно не доверяете Богу Если бы доверяли, то у вас не было бы никаких проблем с даянием Но поскольку вы не доверяете Богу У вас проблема с даянием Даже если вы не дадите десятину Все равно будут деньги на восполнение нужд Божьего дома В церкви появятся деньги Они будут здесь каким-то другим образом Прежде чем что-то сделать, я говорю Господь, я знаю, у меня есть благословение Покажи мне, что делать Покажи, какие шаги предпринять Дай мне мудрость, чтобы получить свое благословение Ведь оно у меня уже есть Я знаю, что оно у меня есть Ведь для Бога нет ничего невозможного В послании к Ефесинам 1.3 говорится Что вы уже благословлены Чем? Всяким духовным благословением Смотрите Вам надо использовать то, что вы уже имеете У вас есть все духовные благословения У вас есть духовные благословения Значит, есть корень исцеления У вас есть духовные благословения Значит, есть корень преуспевания У вас есть духовные благословения Значит, есть корень освобождения У вас есть духовные благословения Значит, есть корень для получения своего дома Вы что, хотите сказать, что во мне есть дом? Да потому что у вас есть мудрость Есть направление Есть путь Есть способы В результате задействования которых У вас будет дом Откуда он может взяться? Вы говорите «У меня нет денег», но внутри вас есть все необходимые блага. Просто вы игнорируете путь, игнорируете мудрость, игнорируете слово, игнорируете водительство Духа Святого. Скажите, «У меня есть все духовные благословения». Прямо сейчас. Во мне. Сейчас. Благословения. Во мне. Сейчас. Послушайте, теперь нам надо определить местоположение. Писание говорит, «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Кто-то скажет, «Значит, все мои блага там, на небесах». Продолжим читать. Небеса где? Во Христе. А Христос где? Где? Христос где? Христос во мне. Небеса где? Во мне. Небеса во Христе. Христос во мне. Все духовные благословения в небесах. Небеса во Христе. Христос во мне. Значит, все духовные благословения во мне. Вы услышали, что я сказал? Все духовные благословения в небесах. Небеса во Христе. Христос во мне. Значит, все духовные благословения во мне. Где все духовные благословения? Где все духовные благословения? Где все духовные благословения? Во 2-м послании Петра, во 2-м стихе 1-й главы сказано, что вам даровано все потребное для жизни и благочестия. В 16-м стихе 3-й главы послания к Ефесянам говорится, что вы приняли это могущество Духом Святым в своем внутреннем человеке. Могущество — это способность делать все и оно внутри вас. Давайте откроем послание к Филимону или Филимону. Называйте, как хотите. Откройте это послание. Сразу после послания к Титу. Кто-то спросит, послание к Титу? А где это? Вам понятно? Что-то происходит вот здесь? А? У двоих людей? У троих? Что-то происходит? Хвала Господу. Пожалуй, я пойду. В этой церкви слишком много учения, а мне нужен десерт. Так поэтому у вас духовное ожирение? Мне нужен сегодня стимул. Толчок. А тут мне все время дают местописание. Я бы лучше станцевал. Я бы лучше станцевал. Вы делаете это при том, что не можете оплатить счета? Вы делаете это при том, что не получили освобождение? У меня уже забрали машину. Скоро, наверное, заберут дом. Мне кажется, вам надо прекратить все это делать и начать слушать. Итак, читай. Шестой стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе и Иисусе». Давайте разберем подробно. «Дабы общение веры твоей...» Слово «общение» передает значение «высвобождать», «переводить». Интересно, да? «Высвобождать», «переводить». Тогда читаем. «Дабы высвобождение», то есть перевод веры твоей... Писание показывает вам, как наша вера высвобождает и переводит. Дальше. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным, деятельным, то есть, что общение веры начинает вырабатывать, производить...» «Дабы общение веры твоей начало вырабатывать, производить...» О, Иисус! Каким образом вера вырабатывает или производит? Смотрите, как тут сказано. «Дабы высвобождение, передача веры твоей...» Не это ли мы пытаемся делать? Мы стараемся высвободить, и мы стараемся передать то, что мы имеем в нашем духе... Чтобы оно проявилось в этом, в физическом мире. У нас это уже есть, но как нам перевести его в проявленное состояние? Как мне перевести деньги, которые у меня есть в проявленное состояние, чтобы мне их тратить? Как мне перевести исцеление, которое у меня есть в проявленное состояние, чтобы мне его чувствовать? Как мне перевести или высвободить все эти духовные благословения? Как мне их высвободить, чтобы они начали работать? Как мне их высвободить? Как передать? Вот что говорит Писание. «В познание всякого у вас добра во Христе и Иисусе». О! Это стало для меня величайшим местом Писания из всех, что я видел. Посмотрите на практическое применение. Апостол говорит, «Через познание, признание добра, которое во мне». А кто из вас знает, что после вашего рождения свыше? В вашем духе только добро. Вы усваиваете это? Всем понятно? Что конкретно имеет в виду апостол, когда говорит «через познание»? Смотрите. «Познавать» — значит, что я буду признавать существование. Реальность и истинность чего-либо. Писание говорит признавать все то доброе, что есть в моем духе. Бог говорит, «Я высвобожу это, я передам это, и это начнет работать, если ты сделаешь только одну вещь». » Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok